Руководитель фракции Едино-Россия в Государственной Думе Владимир Васильев посетил Тверь с рабочим визитом в рамках региональной недели. Депутат провел прием граждан и вручил подарки многодетным семьям к новому учебному году. Подробности в сюжете Анастасии Бучок. Визит депутата Государственной Думы Владимира Васильева начался с вручения школьных наборов многодетным семьям в рамках ежегодной партийной акции «Собери ребенка в школу». Торжественной обстановке четырем многодетным семьям вручили школьные принадлежности в преддверии грядущего Дня Знаний. Старший сын у нас в техникум или техническом учится, третий курс. Двое у нас в средней школе, пятый и седьмой класс. Один у нас ребеночек, вот второй класс. И вот у нас в сад. Цены растут. И дочери. Мандаши, ну естественно, ребенку на год. То есть кто мама, кто-то понимает, что у него не одна упаковка. Пластилин, тетради, это все идет. Это очень приятно. Очень приятно, что многодетную семью наконец стали замечать. Мы понимаем, что подготовка ребенка к школе затратное дело, в особенности тогда, когда детей несколько. И они разных возрастов. Ведь для каждого класса требуются разные принадлежности. Тверской регион активно поддерживает многодетные семьи различными льготами, пособиями и акциями. Всего в рамках партийного проекта «Помоги собраться в школу» будет вручено 1300 подарков учащимся, малообеспеченных семей в семи районах областной столицы. Мы вас поздравляем все. Спасибо. Благодарим вас за то, что вы такие балансы. В продолжении рабочего визита Владимир Васильев провел прием граждан, где жители Заволжского района высказали свои предложения и рассказали о волнующих их проблемах. Например, представители инициативной группы из многоэтажек по улице Фрунзе микрорайона «Юность» попросили оказать содействие в корректировке проекта по строительству автомобильной дороги с путепроводом через Октябрьскую железную дорогу от Петербургского шоссе до улицы Паши Савельевой. Жители высказывают свое недовольство по поводу близости путепровода к жилым домам и волнуются за соблюдение технических условий при возведении объекта. В обсуждении приняли участие депутаты законодательного собрания Олег Лебедев и Тверской городской думы Сергей Козлов и Дмитрий Нечаев. Мы уже согласны на то, чтобы нам пошли на минимальные уступки. Мы не думаем, что нет возможности решить вопрос с переносом линии электропередач ближе к фрунзоне, чтобы отодвинуть стройку от домов по улице Фрунзе и от корпуса один. Это для нас не лучший вариант, но мы согласны. Владимир Абдуалиевич внимательно выслушал граждан и в заключении разговора сказал, что ознакомится с предоставленными документами и обращениями от жителей. И, конечно, обсудит варианты решения проблемы с руководством региона. Мы также надеемся, что скоро ситуация со строительством автомобильной дороги найдет свой оптимальный вариант, который будет полезен для благоустройства города и комфортен для жителей. А Владимир Абдуалиевич посодействует этому, ведь все для блага народа. Субтитры создавал DimaTorzok